привет привет с вами таня генерал и это мой самый субъективный канал о жизни в америке сегодняшнем видео хочу ответить на очередной вопрос моих зрителей правда ли что в америке так чисто да когда я готовила видео для своего канала russian american love story про мою первую неделю в америке чистота и удивительный порядок и удивительное отсутствие пыли было самым первым пунктом который больше всего удивил и шокировал меня в моей новой стране наверняка в разных фильмах сериалах вы видели этот кадр когда американцы заходя домой не разуваются шествуют по всей своей квартире или дома в обуви несмотря на то что это не обязательно какие-то паркет или плиткой даже по коврам и по своим этим ковровым покрытием которыми здесь покрыты практически все поверхности пола они закидывают свои ноги на кофейные столики в тех же уличных ботинках они закидывают свои ноги на кровати и на диваны они заваливаются в кровать в ботинках и всегда моему русскому сердцу воспитанному в традициях строгой русской сибирской деревне это было вообще странно противоречиво и непонятно и когда я оказалась в америке на постоянном жительстве когда я стала здесь уже не гостем на полных правах я обнаружила что это во первых да нисколько не преувеличение что так действительно происходит в повседневной жизни и во вторых это совершенно естественно давайте посмотрим ведь что такое чистота в первую очередь это там где не ссорят не мусорят там где не делают грязь и во вторых это там где убирают если говорить про моменты там где убирают то в америке ну ладно будем говорить о хьюстоне будем говорить о конкретных местах где я имела счастье жить и где живу сейчас это цивильные районы с хорошим уровнем жизни с хорошим уровнем доходов у обитателей соответственно в этих районах очень высокие штрафы за нарушение правил сбора мусора правил вывоза мусора и эти правила как и все другие правила в америке очень строго соблюдаются наказание за них наступает неизбежно если вы владелец дома и вы не правильным способом вывозите свой мусор вы будете оштрафованы если вы выбрасываете мусор в неположенном месте вы будете оштрафованы все это будет сделано очень быстро и штраф неизбежен и вы от него не отвертитесь надо отметить что вывоз мусора в америке это конечно же отдельный большой бизнес на нем делаются большие деньги это такая своеобразная мафия в которую тоже не так легко вскочить и поэтому просто так избавиться от какого-то мусора здесь сложно вывести в ближайший лесочек не получится обратила я внимание особенно это было заметно в калифорнии техасе не так сильно это развито и обратила внимание что все помойки возле общественных учреждений и бизнесов они все на замке чтобы не дать возможность кому-то попользоваться сервисом который оплачивает этот конкретный бизнес то есть если вы делаете дома ремонт и решили сэкономить на вывозе мусора вас вряд ли получится сбагрить свой мусор кому-то еще вам нужно будет заказывать специальный сервис который ваш мусор вывезет от вас если говорить про масштабы города про уборку в масштабах города то конечно же бюджета на уборку сильно зависят от уровня развития города от его экономики в таких городах как хьюстон остин сан франциско вы не увидите мусора на улицах вообще бюджет на уборку в этих городах огромен те города где с экономикой похуже какая-нибудь филадельфия или нью-йорк там конечно менее чисто там боль больше грязи и если вы были в сан-франциско то вы можете увидеть что там уборка производится 24 часа в сутки там курсируют эти уборщики 24 часа в сутки и очень редко можно заметить какой-то мусор который еще не успели убрать очень большое значение конечно имеет то что у нас как вы можете видеть и как я уже рассказывала самая главная особенность это отсутствие открытой почвы все где можно только увидеть пыль или открытую землю она по максимуму прикрыта трава представляет из себя не просто посеянный хиленький газончик а такой серьезный толстый ковер похоже на толстую шубку также вы можете здесь видеть что любые места скопления мусора они максимально огорожены они создаются таким образом чтобы никакие животные которых у нас тут много они не добирались до этого мусора эти участки промываются раз в неделю за чистотой строго следят и как вы видите любые открытые куски земли они тщательно закрыты травой трава сделана таким образом что она прям под бордюр уходит я бы даже так назвала это под плинтус любые дорожки любые места пешеходные мало крайне мало и крайне редко можно встретить покрытые просто каким-то гравием в основном это вот такие вот цементные бетонные покрытия и все вот так вот прикрыта максимально трава конечно представляет из себя такую толстую шубу она здесь не выращивается в виде она не выращивается здесь из семян я проезжала как-то мимо таких полей этой фирмы которая торгует травой они и выращивают на полях строго там все регламентированно поливают подкармливают потом специальной машиной большими рулонами и срезают скатывают и продают это отдельный бизнес очень успешный бизнес потому что в америке это востребовано в основном то что та часть которая не покрыта травой близко к растениям здесь вот удивительно что она здесь не покрыта обычно эту часть покрывают молчим такая дробленая древесина она во первых очень декоративно смотрится во вторых она предотвращает испарение влаги быстрое в третьих она после перегнивания создает дополнительное удобрение в четвертых предотвращает распыление земли когда идет дождь вот так ухаживают за травой например это вот прямо в моем комплексе каждые две недели приезжают специальные люди вооруженные специальными машинами автоматами агрегатами видите как трава сделана прямо впритык бордюру и для того чтобы его так выравнивать есть специальные машинки и вот они втроем три руки в три человека силы траву эту ухаживают выхоливают именно благодаря тому что за ней так тщательно следят она представляет из себя не хиленький газончик с проплешинами а вот такой густую густую защитную пленку которая покрывает всю почву и не дает ей создавать грязь и пыль в нашем прекрасном городе дает нам возможность ходить в белых носках по асфальту и сидеть на асфальте и ходить по нему босиком совершенно без проблем другая интересная тема которая связана с дорогами во первых хочу отметить что до машины моются здесь крайне редко несмотря на то что автомойки это быстрое доступное дело машину мыть необходимости нет потому что хайвей устроены таким образом что во первых с них весь мусор собирается с них весь мусор сдувается специальные накопители во вторых это очень популярная конкретно у нас в юстоне программа которая называется адоб за хайвей то есть но усыновите хайвей если дословно переводить это специальная социальная программа когда каждая компания большая или маленькая может взять на себя ответственность за какой-то кусок дороги в идеале конечно это такая социальная инициатива когда сотрудники этой компании раз там какой-то период времени выходят на эту дорогу и чистят но конечно же на деле это делается не так на деле компания просто выделяет средства и город дополнительные силы бросает на уборку именно этой части хайвея и таким образом на дороге всегда чисто таким образом машины у нас чище дома у нас чище потому что круговорота пыли в природе не происходит надо отметить что чистота города зависит конечно же от конкретного города зависит от состояния экономики города зависит от того в каком штате он находится так например хьюстон имеет очень большой бюджет на уборку и поэтому в хьюстоне сравнительно чисто про сан-франциско я могу сказать что несмотря на то что огромный поток туристов и город огромен тем не менее сан-франциско по моему самый большой бюджет на уборку это самый чистый город из всех которые я видела совсем не то например с филадельфии или нью-йорком в силу состояния экономики этих городов у них там конечно не так все радужно и благополучно другой момент почему например в юстоне гораздо чище меньше пыли и требуется убираться гораздо реже это та самая пресловутая влажность которую все так ругают и называют нашим проклятием благодаря тому что воздух влажный пыль меньше распространяется я не имела счастья еще побывать в аризоне но говорят что в аризоне через несколько часов любая поверхность покрывается тончайшим слоем песка похожим на пудру именно из-за того что там очень сухой воздух наш же влажный воздух этой пыли распространяться мешает и мы от этого только выигрываем и наслаждаемся вот здесь вам кусочек дороги на океан ну и напоследок опять же климат который устроен таким образом что слегка он у нас такой тропический как в какой-нибудь в каком-нибудь сингапуре несколько раз в месяц то точно проходит очень сильные короткие дожди и зная об этом строители и создатели города когда создавали его они устроили все таким образом что на каждом клочке дороги на каждом участке дороги есть возвышение есть заниженные поверхности и там где эти поверхности заниженные там есть отверстие для стока воды ливневая канализация таким образом после сильного дождя весь вся грязь и вся пыль смывается с дороги уходит в эту канализацию и получается что город принимает такой своеобразный душ хороший мощный душ и после дождя дороги становятся еще чище и благодаря тому что газоны покрыты закрыты и на дорогу не вымывается земля или песок после дождя просто можно съесть можно есть асфальта до последний пример с апрелем когда было наводнение показал что не всегда эти канализации справляются с потоками воды но надо отметить что даже не заряженное ружье раз в сто лет стреляет а так то я хочу подтвердить что в америке действительно чисто можно ходить дома в обуви можно ложиться на кровать в обуви но только зачем гораздо приятнее валяться на кровати босиком на этом у меня сегодня все далеко не уходите впереди как всегда еще очень много интересного пока пока